Зрителям привет! С вами снова я, Марк Пегабой, и это мой очередной влог. Это 101-й влог в сотом влоге. Ну, вкратце так расскажу. В сотом влоге я организовал два конкурса и один розыгрыш, поэтому обязательно посмотрите. Также перейдите там всё по ссылке. Ну, и я советую вам поучаствовать. Поэтому, ну, не знаю, вам, думаю, понравится, потому что и призы тоже будут интересные. И уже я их выставил тоже в группу свою, Марк Пегабой Альт. Ссылка, естественно, будет в описании. Ну, и давайте перейдём к моему кораблю из игры Halo. Называется он «Идущий к рассвету». Я его уже почти завершил. Остались мелкие штрихи. Сейчас я вам расскажу, какие. Ну, самая большая работа, которая осталась, это сделать точно вот такую же панель, только сверху, вот отсюда. То есть оно будет... Почти здесь промежутка этого не будет. То есть такое же сделать ещё сверху. И, ну, будет смотреться уже как настоящий прям форвард и будет выглядеть, думаю, круто. Здесь я добавил всякие антенны. Всё как положено. Я сделал, ну, в точности... Правда, цвет может быть другой, но именно как выглядывают антенки. То есть это должно так, это так. И эти ровненько должны быть, эти тоже здесь так. То есть я всё сделал в точности, как и из набора Megablocks. Дальше я всякий дизайн тут расположил. Значит, здесь всякие идут панели. Синенькие, вы видите, пимпочки. Здесь, здесь и здесь. И изнутри также. Здесь у меня... Я сделал щиты с двух сторон. Вот как они выглядят. Крепятся они достаточно легко. И также открепляются, ну, открепляются, может быть, чуть посложнее. Одной рукой я не смогу. Ну, держатся они крепко. Это точно. И вы можете видеть, что здесь разные цвета. То есть здесь тёмно-зелёный идёт, оливковый. И тоже разные детали, которые позволяют... Вот так, перепончатся, сниму. Вот, разные детали разных цветов, которые позволяют нижней части щита двигаться. Ну, я их заменю. Они все будут тёмного-серого цвета. И так же, как и плитки. Плиточки вот эти два на один. Они тоже будут тёмно-серого цвета. Я просто это был как прототип. Сейчас, ну, одну рукой не смогу уже доделать. Итак, что сзади? Сзади я доделал двигатели. И турбины. Ну, две турбины вы уже видели. И эта турбина тоже, она концептовая. Я её, возможно, переделаю. Ну, я её просто... Она будет в таком же стиле, только вот из-за того, что здесь болтается. Мне это не очень нравится. Будет колесо, которое... Основание колеса, то есть диск, он будет побольше. Мне предлагал один мой подписчик. Интересную такую идею я её воспользовался. В принципе, ты уже понял, что эта идея твоя. Здесь также останется вот этот вентилятор. Просто здесь будет диск сам побольше. И побольше здесь будет вот этих гусениц. Гусеницы я взял с набора улитки. У меня их два, просто один сейчас в гараже запечатан. Поэтому я отсюда взял. Ну, и потом, естественно, его прицеплю обратно. Ну, будет выглядеть он побольше. И, я думаю, круче будет. И давайте сейчас я открою крышу. И посмотрим, что внутри ожидает новенького для вас. Снимаем эти детали. И открываем крышу. Всё. Мы её сняли. Ну, внутри особо тоже я ничего не добавил. Кроме как, пока только тоже закрепил, чтобы не болтались вот эти люки. Пока их просто закрепил. Также я здесь делал вот такие детальки сырных кусочков. Они синего цвета, голубого. Ну, так, синего, да, цвета. Здесь уже я показывал двери. Позже я заделываю эти дырки. То есть, ну, работы ещё много. И здесь из набора Бэйвинга я поместил сюда. Не помню, как его зовут. Генерал Альрен Кракен. Вот так вот его зовут. Ну, мне, во-первых, очень нравятся его принты. И я листал персонажей из Халло. И что-то похожее нашёл на него. Просто сюда поставил. Возможно, я его заменю. Некоторые там, допустим, лицо заменю его. И руки более детализированные поставлю. Но это будет чуть позже. Сейчас пока надо основную постройку доделать. Так, закрываем дверцу. И внутри, в принципе, пока ничего такого нет. Добавил всякие кубики с наклеечками. С другой стороны также. Здесь тоже пока ничего нету всяких. Добавил решёток, крутилок таких. Ещё больше решёток. Ну, то есть, такой мелочёвки. Так же, как и здесь, к примеру. Решётки, пимпочки и так далее. То есть, ну, для детализации. С этой части я пока ещё с этой частью... Ну, я ещё пока не разобрался. Ещё здесь ничего не сделал особо. Тоже здесь намереваюсь сделать что-нибудь интересное. Сейчас прикрышу обратно. Поставим мы эту часть. Также я уже что-то выпускал, что-то типа таких фотографий. Выкладывал их в сеть. В свою группу MarkLegoboyAlt. Они были типа на белом фоне. Белый фон у меня. Белым фоном служит вот этот рулон. Он большой. Где-то 3 метра на метр. Да. И я свой тот старый фотоаппарат отдал своей родной сестре, старшей. Nikon D3100. И поскольку у меня сейчас нет фотоаппарата, взял у двоюродной сестры фотик. Canon. В принципе, он тоже круто снимает. И думаю, следующий мой фотоаппарат, который я себе куплю, в скором времени тоже будет Canon. Потому что мне Canon больше нравится Nikon. Это ни в коем случае не реклама. Просто это лично мое такое предпочтение. Ну и в принципе все. Всем спасибо большое за просмотр 101-го влога. Я надеюсь, что все зрители будут участвовать в моем первом конкурсе. Двух, точнее, конкурсах и розыгрыше. Я вот посмотрю просто, кто будет участвовать. Сколько людей. Если их будет очень много, то в скором времени я буду делать почаще такие конкурсы. Уже не только на какие-то маленькие наборы типа полибэгов, но и больших, к примеру, там, эксклюзивных наборов. То есть за 3 тысячи, за 5 тысяч и так далее. И розыгрышей тоже. Ну, пока это все. Всем большое спасибо за просмотр данного влога. С вами был я, Марк Легобой. Пока!